Людмила Жук называет себя человеком практичным, приземлённым. Говорить ни в какие НЛО не верила, пока сама не увидела неизвестный объект из своего окна. Сперва заметила в небе яркую точку, которая быстро стала приближаться. Женщина подумала, что падает горящий самолёт. Когда я поняла, что это не самолёт, прямо надо мной прошло. В общем, это такое, как вам сказать, сигарообразное такое вот тело, но оно сверкало всё, как внутри взорвался фейерверк. Может, вертолёт? Нет, это, вы знаете, всё равно был бы какой-то звук, всё равно были бы какие-то катафоты огни. Но это было вот без ничего. История Людмилы – один из тех редких случаев, когда объяснить увиденное с точки зрения науки трудно, говорят исследователи аномальных явлений. В Харьковском планетарии свидетельств наблюдения НЛО сотни. Специалисты систематизируют рассказы очевидцев, отбирают по-настоящему непонятные. Это очень маленький процент, я подчёркиваю, чтобы не было каких-то излишних сенсаций. Это представляет объективные научные интересы. Это случаи аномальные, они не вписываются ни в одни рамки. Приходят свидетели необъяснимого и к учёным. Сотрудники НИИ астрономии регулярно общаются с людьми, которые утверждают, что видели НЛО. Но разводит руками профессор Юрий Шкуратов. Чаще всего неизвестные объекты объясняются просто. Иногда прожекторный луч может так на облако спроектироваться, чтобы видеть диффузное пятно. Что касается астрономических светил, то они тоже могут быть близко к горизонту, но приняты за что-то такое необычное. Ну, тот же Юпитер довольно яркий бывает, или Венера. В списке объектов, которые часто путают с НЛО, и посадочные огни самолётов, и радиоуправляемые модели, и воздушные шары. Вот такие небесные фонарики очень часто принимают за НЛО. На большой высоте их медленное парение и яркий блеск можно принять за аномальное явление. Хотя, впрочем, имеющее вполне земное происхождение. Но всё же учёные признают, есть случаи, которые наука объяснить не в силах. Такие явления станут темой исследований для будущих поколений. Но дело в том, что наука движется аномалиями. Если бы не было загадок, науки бы тоже не было. Уже мы проникаем во Вселенную, чем дальше уходим от Земли, тем больше загадок. Возможно, когда-нибудь то, о чём знают сегодняшние жители Земли, пригодится тем учёным, которые через десятки или сотни лет, наконец-то раскроют тайну. Пока же все тщательно отобранные по достоверности случаи наблюдения НЛО в планетарии вносят в единую базу. Из сотен рассказов в неё попали пока лишь только несколько десятков свидетельств. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».